Эмили Гунис «Потерянный ребёнок» «Моему мужу Стивену, моей любви, моей жизни, моему учителю, я не знала, что потерялась, пока не нашла тебя. Любовь не ведает своей глубины до тех пор, пока не наступит час разлуки». Халиль Джебран Пролог. Суббота, 19 ноября 1960 года. «Пожалуйста, отпустите меня, сэр, мне нехорошо». Ребекка взглянула на сидящего напротив полицейского в очках с тонкой оправой, который уже два часа держал её в комнате для допросов. Детектив-инспектор Гибс глубоко затянулся сигаретой с дешёвым крепким табаком и выпустил густое серое облако дыма в и без того спёртый воздух комнаты. Ребекка посмотрела на свои руки. На тыльной стороне правого запястья она заметила крошечные брызги крови, принадлежавшие её матери, и начала соскребать их ногтями. На ней по-прежнему была белая ночная рубашка, которой она спала в ту ночь. Весь подол был покрыт кровавыми пятнами. Ей захотелось сорвать с себя одежду, нырнуть в ванну с головой и больше никогда не всплывать на поверхность. «Мы почти закончили. Мне просто нужно прояснить ещё пару деталей, прежде чем мы напечатаем ваше заявление». Детектив-инспектор наклонился вперёд, не сводя с неё своих чёрных глаз, и, потушив окурок в пепельнице, раздавил его пожелтевшим от никотина указательным пальцем. «Пойду принесу вам воды». Он встал из-за стола, и ножки его стула пронзительно заскрежетали по плитке пола, заставив Ребекку вздрогнуть. Она поспешила получше укутаться в колючее шерстяное одеяло. Её трясло, ей было холодно. Очень холодно. Дверь за детективом-инспектором захлопнулась. В глазах Ребекки защипала, и она взглянула на часы. Было уже четыре утра. Она впервые не спала в такой поздний час. Конечно, иногда они вместе с Харви прятались ночью в бомбоубежище, боясь попасться на глаза её разгневанному отцу. Но обычно к полуночи его желание забыться с бутылкой виски уже брало верх над гневом. Когда в их доме поднимался крик, Ребекка давала Харви сигнал, светя из окна спальни фонариком, и он бежал через кукурузное поле, а затем открывал крышку люка в бомбоубежище под их домом. К тому моменту она уже ждала его внизу. В эту маленькую подземную пещеру вёл тайный ход, спрятанный в глубине шкафа под лестницей. Это убежище, созданное на случай, если немецкие солдаты вернутся, чтобы вырезать его семью, обустроил её отец, а затем и наполнил запасами консервов, книг и свечей. Бесконечная паранойя, которая превратила жизнь Ребекки и жизнь её матери в ад, совершенно случайно предоставила ей путь к спасению. Ребекка сидела и наблюдала, как, тикая, двигалась секундная стрелка, и ход времени всё дальше и дальше уносил то мгновение, когда она в прошлый раз видела мать. Нет, в последний раз. Она ясно помнила ту картину. Мать, жадно ловящая ртом воздух, её красивые губы, которые так часто целовали Ребекку, бледнеющую на глазах кожу, последний вздох её матери и ускользающую жизнь. Тишина комнаты, наполненной табачным дымом, гулом отдавалась в ушах. Тело Ребекки было сковано усталостью, и всё же мозг раз за разом проигрывал в воображении ту сцену, которая предстала перед ней, когда она прибежала из спальни на пронзительные крики. На бледном ковре, из которого она так много раз выбивала пыль на залитом солнцем крыльце, лежала её мать. Ковёр был окрашен кровью, вытекший из её ушей и носа. Её глаза настолько заплыли от ударов, которые ей нанёс отец Ребекки своим чёрным тяжёлым ботинком, что она не могла разглядеть в дверном проёме собственную дочь. Итак, мисс Уатерхаус. Детектив-инспектор Гибс захлопнул за собой дверь, заставив Ребекку вздрогнуть. «Давайте повторим историю». Казалось, что всё это случилось с ней в прошлой жизни. А ведь всего несколько часов назад она лежала в кровати, и за окном бушевала гроза, пришедшая со стороны бухты Уитеринг. Несмотря на одеяло, которое она взяла из дома, руки у неё дрожали от холода. Она представила, как отец разжигает в камине огонь, бормоча что-то под нос и кашляя от поднявшейся пыли. Мама бы сидела рядом, и её серые волосы были бы собраны в пучок. Вытянув ноющий от усталости ноги на табуретку, она бы наблюдала за действиями мужа, покорно ожидая, когда вместе с огнём неотвратимо вспыхнет и его гнев. Закончив с камином, отец бы взял из ящика стола ключ, подошёл к закрытому шкафу и достал свой пистолет Люгера. Каждый понедельник он разбирал его и тщательно смазывал льняным маслом, говоря при этом жене. «Не все мы можем позволить себе такую наивность», — Гарриет. «Мужчина должен быть готов защитить свою семью». Ребекка чувствовала напряжение сквозь половицы. Стояла гробовая тишина. Так случалось всегда, когда отец был не в духе. День не задался с того самого момента, когда её родителей вызвали к директору. С тех пор отец с ней ни разу не заговорил, только сказал, что завтра рано утром они уедут из Сивью и что Харви Робертса она больше никогда не увидит. Тревожные мысли о друге вернули её в настоящее. «Пожалуйста, дайте мне увидеть Харви», — взмолилась она. «Всему своё время. Мистер Робертс-младший доставил нам немало хлопот, и мы были вынуждены поместить его в камеру». Ребекке снова стало дурно. Присутствие инспектора гипса подавляло её. Он напоминал ей крыс, которые сновали между загонами с ягнятами на ферме. Зубы у него были жёлтые и острые, и даже кончики его густых чёрных усов при разговоре подёргивались, как у крысы. Девочка сглотнула подступивший к горлу ком, стараясь сдержать слёзы. Вскоре после того, как её увели в комнату для допросов, она слышала, как в коридоре Харви плакал и звал её. Полицейские стали кричать ему, чтобы он успокоился, и пригрозили посадить его на ночь в камеру. Харви бросился было колотить кулаками по двери, за которой держали Ребекку, но его крики становились всё тише, пока его волокли прочь. «А где отец Харви? Мне всего тринадцать. Разве со мной не должен быть взрослый?» Голос Ребекки дрожал, и Гипс бросил на неё суровый взгляд. «Тед Робертс находится в состоянии алкогольного опьянения. Он сейчас даже своего имени не знает, поэтому, боюсь, он едва ли сможет чем-то вам помочь. Мы позвоним в социальную службу, как только откроется их офис, и вас возьмёт под опеку государство». «Что это значит?» — спросила она, чувствуя, как её охватывает паника. Гипс недружелюбно взглянул на неё. «Это значит, что вас поместят в ближайший приют, а местные власти прикрепят к вам соцработника, который теперь будет за вас в ответе. Но я хочу жить с Тедом и Харви». Ребекка уже не могла сдержать слёз. «Пожалуйста, пустите меня в туалет, я правда нехорошо себя чувствую». «Ну, чем скорее вы проясните некоторые детали произошедшего, тем скорее мы закончим». «Но я вам уже рассказала всё, что знаю». «Пожалуйста, не надо ещё раз». Она не хотела вспоминать крик её отца, прорывающийся сквозь раскаты грома и завывания ветра за окном. Рёв, слышный даже на втором этаже, и тихий нежный голос её мамы, пытающийся его успокоить. Ребекка представила, как она тряслась от страха, явно предчувствуя, что именно должно было вот-вот произойти. Потом Ребекка услышала грохот в гостиной, её сердце забилось ещё чаще, в окно забарабаня у ливень, и она накрылась одеялом с головой. «В этот раз я всё запишу, а секретарша напечатает, когда выйдет на смену». Он вздохнул, выпуская облако дыма. «Скажите мне ещё раз, что именно ваша мать сделала, чтобы так разозлить вашего отца сегодня вечером?» Ребекка со злостью смахнула слезу. Её голова раскалывалась. Она никак не могла объяснить этому мужчине, что значило жить с таким человеком, как её отец. «Она ничего не сделала. Он не ждал, когда мы совершим ошибку. Может, я где-то оставила карандаш. Может, мама неправильно сложила полотенце. Мой отец страдает от военного невроза». Он какое-то время лечился в психиатрической лечебнице «Гринуэйс», но так и не оправился до конца. У него ужасный характер, и даже малейший шум или раздражение могут вызвать у него приступ. И всё же что-то особенное случилось сегодня и разозлило его, так? Вы упоминали, что прогуливали уроки. Полицейский пристально смотрел на неё, держа ручку на готове. Ребекка закрыла глаза и погрузилась в воспоминания о предыдущем дне, когда она была совершенно другим человеком. Маленькой девочкой, у которой была семья, которая сидела у кабинета директора, разглядывала оранжевый ковёр с кружевными узорами и прислушивалась к голосам, звучащим за дверью. Дело в этом мальчишке, Робертсе. Он оказывает на неё дурное влияние. Директор говорил громко, и Ребекка могла представить, как он расхаживает по кабинету перед её родителями, держа руки за спиной. «Они живут на соседней ферме. Когда я лечился в Гринуэйсе, Тед Робертс дал моей жене работу. Голос её отца был тихим, как и всегда, когда они находились за пределами своего уединённого жилища. В результате Ребекка и Харви выросли вместе. К сожалению, меня не было рядом, чтобы пресечь эту их привычку проводить чрезмерное количество времени вместе». «Что ж, мистер Уатерхаус, на вашем месте я бы доверился своим инстинктам. Я-то думал, что Ребекка хочет добиться в жизни чего-то большего, но, боюсь, теперь её устроит и жизнь жены фермера. Общение с этим мальчишкой оказывает пагубный эффект, в том числе и на её успеваемость». «Успеваемость?» — взволнованно повторила мать. «Учёба для неё очень важна, ведь она хочет стать врачом». Но тут же она замолчала, словно ей стало стыдно за свою несдержанность. «Теперь поздно волноваться, Гарриет. Я предупреждал тебя об этих людях». «Что ж, полагаю, амбиции большинства девушек отходят на второй план, когда они влюбляются», — сказал директор, так, словно это было само собой разумеющимся. «Влюбляются?» Отец всё же повысил голос, хотя и старался этого не делать. Ей тринадцать ради всего святого. «Могу я спросить, были ли у вас в последнее время проблемы дома?» Осторожно поинтересовался директор. «Никаких не припомню, чтобы они были. А ты, Гарриет?» Ребекка затаила дыхание. Они обе знали, почему она прогуляла в тот день школу, почему так отчаянно хотела повидаться с Харви. Отец собирался увезти её как можно дальше от Сивью и от Харви, от всего того, без чего она не смогла бы выжить. Её успеваемость упала не из-за Харви, а потому что она устала постоянно жить в страхе, потому что её ночные кошмары сменялись только кошмарами наяву, и потому что каждый день она ходила по тонкому льду. Ей было страшно заходить в комнату, если в ней был отец. До 11 лет она писалась в кровать, боясь встать ночью в туалет, потому что она могла бы столкнуться в коридоре с отцом. Она испытывала почти что облегчение, когда видела, как отец бьёт мать, потому что ждать начала очередных побоев и не знать, когда же они начнутся, было куда более невыносимо. Каждый раз мать извинялась перед ним, оправдывала его, прикрывая окровавленный рот и пытаясь отмыть кровь с лица над керамической раковиной в их крохотной кухоньке. «Почему вам вдруг захотелось сегодня уйти из школы без разрешения?» спросил детектив-инспектор Гибс, возвращая её в настоящее. «Я пошла попрощаться с Харви», тихо ответила Ребекка. Всё её тело уже трясло, у неё начинался шок. «Перед вашим переездом?» Гибс дождался её кивка, прежде чем записать её показания на бумаге. «Он работает разнорабочим в психиатрической лечебнице Гринуэйс. У них ферма, на которой трудятся пациенты. Харви и его отец на неделе ходят в местный паб, и я знала, что не увижу его до отъезда». Ребекка закрыла глаза и медленно выдохнула, пытаясь побороть приступ тошноты. «Влюбились, что ли?» «Тед и Харви для меня как члены семьи. Они приютили маму, когда я была совсем маленькой, когда отца поместили в Гринуэйс. Без их помощи мы бы оказались на улице». Детектив-инспектор Гибс медленно кивнул. «И как вы добрались до лечебницы после того, как прогуляли школу?» «Я села на автобус». Живот у Ребекки сводило от боли. Гигиеническая прокладка натерла кожу, и она была уверена, что её пора сменить, но у неё с собой не было ничего, кроме ночной рубашки и пледа. Она ненавидела своё тело за то, что оно с ней делало, за грязь, за боль, и не только в животе, у неё ныла спина и сводила ноги. Она ненавидела волосы у себя на лобке, растущую грудь, которая всё больше выступала и при этом побаливала. Она не хотела, чтобы её тело менялось, она не видела в этом ничего хорошего. В то время, как одноклассницы Ребекки уже хихикали, обсуждая вопросы брака и детей, мысль о замужестве наполняла её ужасом. «Никогда не выходи замуж, Ребекка. Неблагодарное это дело», прошептала ей мать однажды вечером, когда они чистили картошку к ужину. «Я отложила немного денег на банковский счёт для твоей учёбы в медицинском». Она выглянула в гостиную, где Джейкоб читал газету и снова посмотрела на Ребекку. «Не нужно никому об этом говорить. Пообещай мне, что ты закончишь учёбу, что бы ни случилось». Она вздрогнула, когда мать достала почтовый буклет из кухонного шкафа и вложила его ей в руки. Вечно царившее в доме напряжение, казалось, усилилось ещё больше, и Ребекке отчего-то захотелось плакать. «Пообещай мне! Обещаю!» Всё началось в тот день, когда он вернулся домой из Гринуэйса. Маленькая Ребека с удивлением смотрела на покрытое шрамами лицо отца, который не сводил с неё своих печальных глаз и натянуто улыбался. «Почему, мамочка? Почему он кричит на тебя и делает тебе больно?» Комок в животе, который появился с приходом этого незнакомца, уже пагубно влиял на её детское бесстрашие. Теперь везде, куда бы она ни пошла, за ней следовало чёрное облако. Теперь она больше всего на свете ненавидела оставаться с ним одной. Теперь она пряталась за спиной матери всякий раз, когда он в дурном настроении выходил из спальни, глядя перед собой ничего не видящими глазами. «Теперь дома всё будет по-другому, солнце моё, потому что папе немного грустно и страшно после сражений на войне, но ты должна быть рядом с теми, кого ты любишь, даже если они не так добры и милы с тобой, как тебе бы хотелось. Ему скоро полегчает». Когда Ребекки было пять, та жизнь, которую она знала, кончилась. Беззаботная и весёлая жизнь в их доме за одну ночь обернулась тюремным заключением. Постоянно звучащий смех, запах моря, доносимый лёгким ветром через открытые окна, музыка по радио. Когда отец вошёл в дверь их дома, радость покинула сердце матери. «И что произошло, когда вы добрались до Гринуэйса?» спросил детектив-инспектор Гибс, наклоняясь вперёд за чашкой с уже холодным кофе. Ребекка вспомнила вчерашний день. Когда она вышла из автобуса, холод пронизывал до костей, словно предупреждая её о том, что ей стоит вернуться назад. Чувствуя странную тревогу, она подошла к трёхэтажному зданию в готическом стиле на окраине Чичестера, его высокие кованые ворота служили пугающим напоминанием о том, что стоило ей только оказаться внутри и выбраться наружу было уже почти невозможно. Вскоре после того, как ворота захлопнулись за Ребеккой, ей преградил путь мужчина с гладко выбритым лицом. «Какая у вас дата рождения?» спросил он, аккуратно переступая с одной ноги на другую и глядя в пол. «Не бойся, скажи Джорджу, какая у тебя дата рождения?» и он ответит, в какой день недели ты родилась. Ребекка с облегчением обернулась и увидела улыбающегося Харви, одетого в грязный рабочий комбинезон. Его голубые глаза закрывала чёлка русых волос. «Хорошо, я родилась 8 января 1947 года». К её изумлению Джордж, не думая ни секунды, выпалил в среду. Посмотрев на неё, он добавил, «Вы та девушка с картины». «Невероятно, как он это сделал?» спросила Ребекка. «И о какой картине он говорит?» добавила она, хмурясь. Харви пожал плечами. Джордж удивительно умён, но он провёл в лечебнице всю свою жизнь, он бы никогда не выжил за её стенами.